Урожай клубники, бананов и ананасов в Казахстане круглый год. Такое возможно, утверждают южнокорейские ученые. Они разработали технологии по выращиванию фруктов в странах с холодным климатом и готовы поделиться ими. Наш корреспондент Владислав Цой расскажет подробнее. Город Чинджу славится на всю Южную Корею своей клубникой. Еще 20 лет назад ее импортировали из Японии. Сейчас эту ягоду выращивают в теплицах на площади в 500 гектаров. И земли для этого не нужно. В качестве грунта используют кокосовую стружку. Полив клубники тоже необычен. По этим трубкам поступает вода и питательные вещества. Их можно сравнить с функцией вен у человека. Семья Чо выращивает клубнику почти 25 лет. Этот бизнес сделал их жизнь сладкой во всех смыслах. Они едят ее практически каждый день и продают урожай. У них 11 теплиц и в каждой собирают с сентября по июнь от 6 до 10 тонн ягоды. Самое трудное – построить теплицу и оснастить ее оборудованием для подогрева. При выращивании зимой необходимо поддерживать корни в тепле. Для этого дополнительно проложены трубы. Зимой используем печи. Поэтому, когда стоимость на топливо растет, возникают и трудности со сбытом урожая. Экзотические фрукты и овощи адаптируют для выращивания в Южной Корее в исследовательском институте. Весь транспорт, который заезжает на территорию, проходит дезинфекцию. Люди тоже. Самое главное в селекционной работе – не заразить растения. В южнокорейских теплицах уже даже выращивают бананы. Вот этот привезен из Бразилии. Он обычный, желтого цвета. А этот – красный банан. Снаружи он бордового цвета, а внутри – желтого. И гораздо вкуснее и мясистее обычного банана. Своим опытом южнокорейцы намерены поделиться с казахстанскими фермерами. Если адаптировать растения к климатическим условиям Казахстана, то в казахстанских теплицах можно выращивать любой фрукт. Но с учетом затрат на поддержание тепла, выгоднее сажать такие культуры, которые завозят в вашу республику издалека, например, бананы или ананасы. Ученые также знают, как увеличить урожайность традиционных для Казахстана сельскохозяйственных культур. Если подготовить семенной картофель для выращивания в теплице, то можно получать два урожая. Из рассады мы получаем картофель одинакового размера. При его высадке можно собрать урожай в два-три раза больше. Обычно при посадке овощ делят на четыре части. При этом качества урожая среднее и болезней у картофеля много. А новая технология исключает заражение и позволяет получить качественный и большой урожай. В каждом южнокорейском регионе пытаются выращивать свое особенное растение. Это помогает привлекать туристов. Поэтому кроме клубники из Чинджу, известной мандарины острова Чи-Джи-До, хурма, уезда Йон-Дон и яблоки из Ясана. Владислав Цой, Ли Санхён, Хабар-24, Южная Корея.